МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Рост на 3,7%. За последнюю неделю в Чувашии выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией. На старт, внимание, в столице Чувашии прошли соревнования по спортивной ходьбе. 5 метров в ширину и 7 в высоту. Сценарий Республиканской клинической больницы превратилась в новый арт-объект. За последнюю неделю в Чувашии зафиксирован рост заболевания коронавирусной инфекцией на 3,7%. Опасения вызывает количество бессимптомных больных. Это 27%. Чтобы оперативно выявить потенциальных распространителей опасного вируса, нужно в разы увеличить количество тестируемых подробнее в нашем сюжете. По данным на 8 октября на лечении в стационаре находятся почти 1150 жителей региона, в том числе 8 детей. 860 человек со средней тяжестью заболевания, 287 с тяжелой. На искусственной вентиляции легких находится 28 пациентов. Суточный темп прироста заболевших COVID-19 составляет 34 человека. Остановить печальную статистику можно строгим соблюдением ограничительных мер и усилением профилактических мероприятий. 118 объектов осмотрены. На двух предприятиях торговли города Чебоксары и на пяти Аликовского района выявлены нарушения. Не проводится термометрия и дезинфекция. А также в ходе проверок работы пассажирского автотранспорта по городу Чебоксары совместно с администрацией города Чебоксары и МВД выявлено, что у ряда водителей троллейбусов, автобусов и маршрутных такси отсутствуют перчатки, антисептики для обработки рук на рабочем месте и не предусмотрен запас средств индивидуальной защиты органов дыхания для смены через каждые 2-3 часа. Пассажиры также не соблюдают масочный режим. Маски имели не более 50% пассажиров. Напоминаю, что в соответствии с указом главы Чебоксары все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в транспорте или в местах общего пользования. Новая коронавирусная инфекция выявлена и в учебных заведениях Республики. Всего за этот период, с начала учебного года, выявлено 9198 участников, имеющих признаки острых респираторных вирусных инфекций. Это 6,45% от общего числа посещающих школу очную. В том числе с COVID-19 28 человек. По состоянию на 8 октября в образовательной организации имеется 16 октяных очагов заболеваний и коронавирусных инфекций, в том числе в четырех детских садах, в 11 школах, одно среднепрофессиональное училище. Возможность дистанционного обучения не исключена. Поэтому учебные заведения должны быть к этому готовы, отметили участники заседания. Обеспечение сегодня там, где нет доступности интернет, с соответствующим оборудованием, то есть компьютерной техникой и, возможно, и программным обеспечением для того, чтобы наши школы были готовы по максимуму к дистанционным методам обучения. Поскольку это и противоэпидемиологическое такое мероприятие, на самом деле это и закладка. Все равно в рамках цифровизации я понимаю, что эти направления будут развиваться. Это универсальное решение, полностью соглашаюсь, потому что в любом случае наличие такой платформы, оно будет полезно. В любом случае дистанционные формы, как основного образовательного процесса, так и дополнительного, они будут развиваться, они будут все больше и больше востребованы людьми. И, очевидно, такие сервисы, они просто должны быть. Надо увеличить возможности для сдачи анализа всеми желающими и организовать тестирование сотрудников на предприятиях. Это позволит вовремя выявить бессимптомных больных и предотвратить распространение вируса. Отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика. Правительство Чувашии одобрило законопроект о республиканском бюджете на три года. 70% денежных средств направят на социальную сферу. По прогнозам, в будущем году доходы республиканского бюджета составят более 58 миллиардов рублей. Расходы – более 61. Целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета постоянно увеличиваются. В определенной мере это даст возможность сократить ожидаемый дефицит. Реализация национальных проектов в приоритете. В следующем году на это предусмотрено около 9 миллиардов рублей, а в трехлетнем периоде – более 26. Благодаря тем совместным усилиям правительства республики, федеральным органам власти, руководителям предприятий, организациям, все-таки, на наш взгляд, удалось пройти достаточно тонкую грань в решении задач по обеспечению безопасности и жизни наших граждан, но при этом по поддержке экономики, ну и с точки зрения, так сказать, бюджетного процесса, обеспечения всех первоочередных расходов, выполнения всех социальных обязательств, это и социальные выплаты, и выплаты заработной платы, мы в полном объеме обеспечили все выполнение всех принятых обязательств на бюджет. Правительство республики продолжит эту линию. Весомую поддержку получат сферы социальной политики, здравоохранения, образования и культуры. Государство по-прежнему намерено поддерживать малоимущих граждан, многодетные семьи и пенсионеров. В ближайшие годы появятся новые места в детских садах и школах. Идет строительство этих объектов. Важный финансовый параметр – обеспечение школьников начальных классов бесплатным питанием. Увеличится сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Будут отремонтированы и обновлены больницы, дома культуры, музеи и библиотеки. Радует то, что мы с вами смогли его сформировать таким образом, чтобы обеспечить, с одной стороны, увеличение социальной поддержки, увеличение поддержки наших муниципалитетов по различным направлениям. Ну и самое главное – увеличение наших инвестиционных возможностей. На следующий год межбюджетные трансферты районам и городам составят около 22 миллиардов рублей. Более 3 миллиардов рублей в законопроекте предусмотрены на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской республики до 2024 года. Инесса Потапова, Регина Кубайкина, Юрий Марков, Республика. Повысить качество жизни россиян – такая задача стоит перед национальными проектами. Их в Чувашии 11, кроме того, есть и 50 региональных. Они затрагивают все сферы жизни республики. Объем средств, которые нужно освоить в этом году – более 17 миллиардов рублей. Сейчас вызывает опасения реализация четырех нацпроектов. Риски невыполнения некоторых показателей обсудили сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности. По данным Министерства экономики, недоосвоение средств наблюдается в таких нацпроектах, как международная кооперация, производительность труда и занятость, цифровая экономика и культура. Один из самых проблемных объектов – это реконструкция зданий Чувашской государственной филармонии. Основной причиной низкого освоения средств является несвоевременное выполнение подрядчиком ООО «Спецстрой» строительных работ. ООО «Спецстрой» сегодня находится в сложном финансовом положении. У него нет отсутствия собственной оборотной средства и также приостановлены банками кредитные линии. На сегодняшний день Минкультура Чувашия уже ведет претензионную работу с ООО «Спецстрой». На этой неделе у нас начали уже работать судебные эксперты для того, чтобы понять, какой объем работ уже выполнен, ООО «Спецстрой» и какие решения в дальнейшем нужно принимать. Руководитель контрольно-счетной палаты Светлана Арестова отметила, что во многих проектах идут нестыковки по срокам, например, при возведении домов в культуру в Чебоксарском и Вурнарском районах. Не понимаем, разыгрывая в марте месяце, почему не установили сроки в соответствии с проектом 7. Такая ситуация в Вурнару. Поэтому здесь это действительно существенная проблема. И также мы хотим отметить, что в обоих случаях график выполнения работы не был составлен должным образом. И поэтому эти проблемы все сегодня мы имеем и с оплатой в том числе, и потом в последующем будет и с приемкой работы. Практически без срывов идет возведение детских садов, а за два года их должно быть построено 9. Четыре уже в работе. В Альгешево, Аликово и в 14-м микрорайоне Чебоксар объявлены аукционы. Еще на два в микрорайоне Благовещенске и в Севильске объявят на следующей неделе. По нацпроекту «Экология» завершается рекультивация свалки в Аликово. А вот на восстановление земель в Яльчиках возникли сложности. По условиям контракта победителем оказался ООО «Феникс» город Севастополь. Однажды уже был сорван срок. Подрядчик представил дополнительный график по проведению работы. Уже было приступил, часть работ выполнил и опять фактически перестали выполнять работы. И представитель здесь в республике даже не находится. На сегодняшний день запущен процесс расторжения контракта. Буквально на этой неделе в Яльчиках проговаривали вопрос того, что будет привлечен субподрядчик из числа местных организаций. По нацпроекту «Оздоровление Волги» ведутся работы на очистных сооружениях в Чебоксарах и строится коллектор в Урнарах. И здесь, по словам Александра Воробьева, нет проблем. Также в плановом режиме идет строительство ливневки в первом и втором микрорайонах Волжске и по проекту «Чистая вода» водопровода в Парецком. В Чандрово вода уже пришла. Давайте все будем подключаться и предпринимать все усилия для того, чтобы ускорить процессы согласования. Нам важно с этими объектами войти все-таки. Ну и, конечно же, то, что у нас строится с места следующий год объект Шинушинский и Батрильский водовод, это, конечно, тоже очень знаковое событие. Поэтому здесь тоже нам надо очень планово, стремительно работать, потому что, честно говоря, поиски по этим районам, они показывают, что люди реально нуждаются в воде. Особого внимания требует свалка в поселке Ибресе и строительство очистных в Цивильске. В первом случае готовятся к рекультивации, во втором прорабатывают механизм частного государственного партнерства. Есть вероятность, что в конце года Чувашии придется вернуть более 4 миллионов рублей, выделенных на нацпроект, цифровая экономика. Федеральное правительство не утверждает регламентирующие документы. Олег Николаев попросил депутатов Государственной Думы подключиться к решению этих важных вопросов. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. В отношении строительной компании «Лидер» начата процедура банкротства. Инициировать ее решило правительство Чувашской Республики. Сделано это на основании детального анализа ситуации на объектах строительства, с учетом мнения дольщиков и отсутствия инвестора, который смог бы выполнить обязательства компании, сообщается на официальном сайте Минстроя Чувашии. Завершить возведение проблемных объектов планируют с привлечением средств Фонда защиты прав дольщиков. Свои средства в строительство объектов в ЖК «Гагарин» и «Кувшенко» вложили 853 дольщика. Институт наставничества переживает сейчас второе рождение. Молодые кадры в любой сфере, будь то заводы, больницы или органы власти, нуждаются в поддержке опытных специалистов. В Чувашии подвели итоги республиканского конкурса на лучшую практику внедрения и развития наставничества. В этом году в конкурсе приняли участие 34 организации. Специальная комиссия выбрала 10 лучших площадок, соответствующих критериям наставничества. Молодежь приходит с новой энергией, с новыми желаниями, с своими хотелками. Хочется все быстро менять, все по-другому сделать. Мне кажется, это взаимодействие очень здоровое и важное для любой организации, а самое главное для тех людей, которые взаимодействуют. А теперь это очень важно для того, чтобы достигать лучших результатов в трудовой деятельности и в целом жизнедеятельности. И поэтому развитие института наставничества очень-очень важно. Победителем республиканского конкурса стал комплексный центр социального обслуживания населения города Чебоксары. Директор Ренада Федорова – управленец со стажем. В этой профессии случайные люди не задерживаются, уверена она. Здесь нужен особый характер. Раскрыть его молодым помогают специалисты с опытом. Здесь давно уже работает совет наставников. При приеме на работу обращаем очень большое внимание на милосердие, на доброту, на выдержку наших работников. И, конечно, наставники в ходе общения наставляемыми, они всю эту работу проводят. Ознакомляют организации, нормативные базы изучают, смотрят на работника, как он может себя вести, в каких ситуациях себя, как поведет на все это, обращаем внимание. Второе место у коллектива школы номер 12 города Новочебоксарска. Третье у республиканского клинического онкологического диспансера. Глава Чувашии выступил с предложением создать в республике совет по повышению кадрового потенциала. Здесь будут определять направление кадровой политики, заниматься вопросами отбора, обучения и повышения квалификации. Ольга Семенова, Никита Углев, Республика. О бизнесе от А до Я. Как начать свое дело, совладать с документацией и построить успешное предприятие. Этому учат на бесплатном интенсив-семинаре Азбука предпринимателя. В течение недели потенциальные и начинающие бизнесмены проходили тренинги в республиканском бизнес-инкубаторе центра «Мой бизнес». По программе, разработанной федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Каждого из вас камера любит. Это приятно. Каждого. Кто бы сейчас ни оказался вот тут, вот прямо здесь. Каждого из вас она любит. И с удовольствием вас будет записывать и показывать только самое лучшее в вас. Но почему же нам тогда что-то не нравится? Как преодолеть страх камеры и начать создавать видеоконтент для продвижения своего дела? Как и этот, все тренинги курса направлены на практическое применение. От выбора системы налогообложения до маркетингового продвижения. Пригласили спикера и разобрали блок о том, как продавать с Китаем. Вот, то есть как выйти на продажу в маркет-плейсе. Особенно сейчас в рамках пандемии это стало очень актуальной темой. Многие сейчас закупают через интернет магазины. Сейчас предпринимательство, я бы сказал, уже становится в тренде. Вот, то есть молодежь и не только уже стремится попробовать себя в предпринимательской деятельности. У нас в этом году собралась разная целевая аудитория. От молодых до лиц пожилого возраста. Каждый участник проходит пятидневный курс и полученные знания применяет на практике. Итог обучения – разработанный собственный подробный бизнес-план. Мне бы хотелось заняться производством обуви, желательно ортопедической и детской. Сюда я пришел для того, чтобы научиться, как этим можно заняться. И, в принципе, здесь очень много знаний дается. За такой короткий период очень интересная команда. И вместе со всеми мы учимся решать различные проблемы, которые могут возникнуть в бизнесе. Татьяна Егорова планирует заниматься экотуризмом. Ее цель – в лесной глубинке открыть комплекс, где не только жители Чувашии, но и соседних республик будут отдыхать и телом, и душой. Вновь прийти, что называется, сесть за парту очень интересно, потому что молодые спикеры. Все течет, все меняется. Сейчас тенденции совершенно другие. Мне очень понравилось, что приходят действующие предприниматели, молодые предприниматели, рассказывают о своем бизнесе. Всегда полезно посмотреть свежим взглядом с новой стороны. Когда это озвучивается другими, более молодыми, это совершенно другой взгляд на бизнес. Много каких-то инсайтов приходит. Кроме азбуки предпринимателя, республиканский бизнес-инкубатор совместно с Центром «Мой бизнес» реализует проект «Мама-предприниматель», а также организует школу предпринимательства. Она откроется в середине ноября. Обучать будут людей, уже открывших свое дело. Прием заявок, кстати, еще открыт. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов. Республика. О том, что когда-то на Волге водились осетры, помнят сейчас немногие. Восстановить этот промысел решил фермер из Козловки. Эрнст Ульданов уже оборудовал целый цех, где и разводят осетровых. Подробнее Наталья Мальчикова. Идея разводить рыбу возникла у фермера давно, когда он еще служил на флоте. Изучив литературу, остановил свой выбор на осетровых. Сильная рыба очень. Вот рыба вырастает за год примерно от 3 сантиметров до 70 сантиметров. Рыба неприхотлива, а польза масса. Мясо содержит и жирные кислоты, и большое количество нужных организму микроэлементов. Это царская рыба. То, что это редкая рыба, вкусная рыба. Сам я флотский, когда-то работал на флоте, еще попадалось стерлить, и осетры попадались в низовьях Волги. Сейчас, конечно, ничего этого нет. Сейчас разводят рыбу, чтобы почувствовать, вспомнить тот вкус. Сейчас в этих бассейнах обитает около 900 хвостиков. За год они вырастают до 2 килограмм. И рост этой рыбы до 70 сантиметров. Чтобы ее прокормить, сколько раз в день нужно кормить? Расскажите, пожалуйста, Эрнст. Ну, кормим мы 5 раз в день равными частями, специальным кормом гранулированным. Для того, чтобы с 5-граммового малька размером в полмизинца рыба набрала массу до 2,5 килограмм, требуется еще и немало времени, усилий и знаний. Малька мы привезли из Астрахани, официально, из научно-исследовательского института. Эта данная рыба осетрова называется бестер. Это гибрид белуги и стерлиди. В природе этой рыбы не встречается, но, тем не менее, ее разводят из-за ее исключительно вкусовых качеств. Она в себя впитала преимущества белуги – это темпы роста. И стерлиди – это иммунная система. Поэтому гибрид получился очень удачный. Тогда привезли 3,5 тысячи мальков, но только половина из них выжила. Бестер любит тепло, поэтому может жить только в искусственных водоемах. И все это требует очень больших навыков. Это всегда надо ловить момент, когда икру надо сдаить, как ее осеменить, как ее выращивать в лотках. Наступил момент проклевывания. Надо как акушеру присутствовать в этот момент, и этих мальков тут же сразу отсаживать. Федеральная программа оздоровления Волги включает в себя и возрождение промыслового рыболовства. Фермер из Козловки уверен, что наступит час и царской рыбы. А пока Эрнст готовит документы для участия в республиканской программе по поддержке начинающих фермеров. Год-два мы управимся в имеющейся площади, мощности. Будем искать поддержку правительства. Мер государственной поддержки сейчас немало. Стартапы местных предпринимателей в особой цене. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Ровные линии, приглушенные цвета и знак ковид. Стена республиканской клинической больницы превратилась в новый арт-объект. А все благодаря фестивалю стрит-арта Приволжского федерального округа. Пять метров в ширину и семь в высоту. Рисунок такого размера наносится на стену постепенно. Художники намерены закончить его в эти выходные. В конкурсе ПФО участвуют 14 регионов. В каждом своя идея и свое воплощение. Принимаем участие впервые. В этом году от Чувашской Республики было подано 20 заявок молодым и художниками до 35 лет. Они представили эскизы своих работ на тему ковид-19. Задача наша – привлечь внимание жителей этой теме и показать средствами искусства нашу задачу борьбы и тем, чем мы живем в настоящее время. Лучшей в нашей республике стала Олеся Волкова. Именно ее интерпретацию вируса увидят в столице. Для меня это прежде всего гармония. Гармония конструкции и цвета. И моя первая задача была сделать такую композицию, которая бы очень хорошо вписывалась в ландшафт городской. Вообще абстрактное искусство – это такой вид искусства, когда ты просто решаешь какую-то свою задачу, а зритель уже сам находит некий смысл. И в этом-то, наверное, и самый большой плюс этого абстрактного искусства. И можно, наверное, сказать, что это некая головоломка. Идея родилась буквально за ночь, но чтобы реализовать ее, понадобилась не одна неделя. Помогают Олеся – коллеги из художественного музея. Мы корректируем рисунок по ходу. В некоторых местах стена сама диктует, чтобы изменить узор. Где-то меняем размер, где-то меняем цвет, потому что краска тоже нестандартная. Она предназначена для одних целей, мы ее используем для других целей. То есть, так что тут такой симбиоз. Чтобы еще жители все равно увидели качественную, хорошую роспись, тоже хотелось. На этом фестиваль не закончился. Лучшие художники регионов продолжат творческое состязание. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Республиканские соревнования по спортивной ходьбе на призы именитых скороходов – отличный шанс заявить о себе. Олимпийские чемпионы из Чувашии стали кумирами сотен ребят, мечтающих покорить спортивные вершины. Юные спортсмены решительно настроены на победу. Они готовились к соревнованиям не один месяц. Их кумиры в спортивной ходьбе сегодня тоже на стадионе. Заслуженные мастера спорта СССР и России Алина Иванова, Елена Николаева, Владимир Андреев могут много рассказать о том, как куются олимпийские победы и приходит слава. А начинается все с малого – с таких вот местных соревнований. Традиционные республиканские состязания стали заключительными стартами летнего сезона. Мальчики и девочки от 12 до 17 лет в разных дистанциях на 1,2 километра боролись за право называться лучшими. Паша Казаков занимается спортивной ходьбой уже 4 года. И останавливаться на этом он не собирается. Меня отправила мама просто посмотреть. Но я заметила свои успехи и начали прогрессивировать дальше. Моя мечта – стать олимпийским чемпионом, как наши известные спортсмены Чувашские. Из-за пандемии и коронавируса соревнования прошли не летом, как планировалось изначально, а осенью. Юные спортсмены успели соскучиться по тренировкам и состязаниям. После длительного пережива дистанции дались легко далеко не всем. Однако, как известно, спорт закаляет тело и дух. Проводя эти соревнования, мы, конечно, какую цель преследуем. Мы хотим, чтобы наши спортсмены полюбили спортивную ходьбу, научились трудиться, научились соревноваться. Это спорт, это главное, наверное, прежде всего, это режим дня, трудолюбие, это здоровье. Благодаря спорту достижениям своим можно прославить свою малую родину, свои районы, свою республику. Эти дипломы и медали дорогого стоят. А ценные подарки от взрослых товарищей останутся на долгую память. Ольга Семенова, Георгий Кривошейн, Республика. Это главные новости пятницы, а я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»